Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь вы можете написать проблему здесь на сайте, получить уже какую-то обратную связь. Второе, это то, что я не считаю, что нужно для психотерапии отдавать последние деньги и брать ради этого долг. Мне кажется, что такая психотерапия не будет эффективна, вот, в силу того, что слишком дорого она будет для вас ощущаться, и вы не сможете погрузяться в терапию. Вот, вопрос цены здесь таков, что необходим комфорт как со стороны психолога, так и со стороны клиента. Вот, то есть клиенту должно быть комфортно платить деньги, и психологу должно быть комфортно эти деньги получать, чтобы было не больше и не меньше того, что человек, по его ощущениям, стоит. Поэтому все это очень важно, если сумма не комфортно, то какой бы специалист ни был, терапевт и вообще работа, какой бы она ни была, идти не будет, в принципе. Вот. Но, понимаете, какая история? История такая, что мы живем сейчас в век интернета, век удаленной работы, и то, что вы живете в маленьком городе, не мешает вам, если вы понимаете, что вам нужна психологическая помощь, не мешает вам искать дополнительные источники за работа, чтобы получить какие-то деньги на психотерапию. Благо, например, на lifeexpert.ru эксперты берут, ну, не заоблачные деньги, ну, например, не по пять, по шесть тысяч за консультацию, вот. По крайней мере, те, кто работают за деньги, вот. И, соответственно, нужно понимать, что если вам действительно психологическая помощь нужна, то необходимо искать способы заработать. Никто не говорит, например, о том, что, ну, допустим, что вам нужно работать, там, например, на полный день, да, или там, что вам нужно работать очень много. Нет. Но дополнительный, маленький источник дохода, если вы чувствуете, что вам нужна психологическая помощь, необходима. Вот. Вы почему-то этого не делаете, но при этом говорите, что вам нужна психологическая помощь, нужна очень сильно. А получается по факту, что вам она нужна настолько, что ищете вы бесплатной помощи, и ищете вы того, кто бы вошел в ваше положение, кто бы помог вам, кто бы бесплатно помог, но не того, чтобы найти возможность оплачивать человеку работу, чтобы это была качественная, знаете, комфортная для вас обоих деятельность, чтобы это были комфортные, качественные для вас обоих отношения, понимаете? Потому что бесплатная работа, бесплатно, это не вы платите человеку, и отношение к вам другое будет в ответ, понимаете? И поскольку не вы платите, то вы и не платите самому человеку, оплата – это важный элемент психотерапии. Это благодарность человеку за его работу, понимаете? И для вас это возможность учиться быть благодарным, учиться испытывать благодарность, потому что это очень важный аспект жизни. Конечно, для психолога необходимо делать все возможное, чтобы эта благодарность была естественной, чтобы она была искренней, и для этого человек должен обладать соответствующей компетенцией, навыками, опытом и желанием помочь. Вот. Понимаете? То есть, мне кажется, что вы в какой-то степени заведомо выбрали деструктивную позицию, которая основана на вашем ощущении себя жертвы. Если вам нужно что-то, например, какая-то услуга, пускай речь идет не о психологической услуге, мы ищем деньги и возможность, чтобы эту услугу приобрести. Но почему-то психологические услуги, вы считаете, могут быть бесплатными. Это означает, что вы несколько не обесцениваете данную сферу работы, потому что, я думаю, что, ну, вы, например, врачебную историю, или историю с ремонтом техники, с ремонтом электрики и так далее, вы такой вариант не рассматриваете, чтобы вам бесплатно вот кто-то сделал. А психологическая помощь почему-то вам не рассматривается. Вопрос здесь в ваших ценностях. Если вы говорите, что очень нужна психологическая помощь, но при этом вы обесцениваете ее в глубине души. Возможно, именно поэтому у вас ничего не получается. Вот. То, что я сказал, ни в коем случае не имеет цели вас обвинить. Это могло прозвучать несколько жестко, но, по крайней мере, я говорю честно, и я думаю, что, может быть, вы сами не обращали на это внимание. Если бы не обращали, то обратитесь. Было бы для вас, мне кажется, неплохим опытом, который мог бы вам помочь. Поэтому, если вы считаете, что вам нужна психологическая помощь, нормальная, естественная реакция взрослого человека, вот, да, взрослого, самостоятельного человека, это найти возможность заработать на, собственно, эту услугу. Вот. Даже если у вас есть определенные заболевания, даже если вы болеете, тот факт, что вы смогли зайти на сайт и написать сообщение, говорит о том, что вы можете писать тексты, а это уже говорит о том, что вы можете писать какие-то тексты на заказ. Значит, возможно, заработка у вас есть. Там небольшие деньги, но и больших денег вам не нужно. Это важно понимать. Вам не нужны заоблачные деньги, вот. У многих экспертов консультация стоит меньше тысячи рублей на сайт. Поэтому обещать, конечно, вам, но мое мнение такое, что вы готовы на себя навесить нервы к обреченности, вот. Возможно, хотите, чтобы вас пожалели. Ну, моя идея здесь в том, что если я вас буду жалеть, например, то не смогу с вами работать, не смогу вас воспринимать, вот. Ну, как, равного. Понимаете? А без этого психотерапевтические отношения невозможны, в принципе. Вот. Поэтому я предлагаю вам исходить как-то не из позиции того, что у меня нет и того, что я не могу. А из позиции того, что можно сделать. Из позиции того, какие у меня варианты. Только так вы можете начать реально свою жизнь менять. Я бы сказал, что подобный подход мог бы стать для вас в том числе элементом психотерапии. Ведь если вы переключитесь с того, что вы не можете, на то, что вы можете для того, что вам нужно, это послужит мощным ресурсом, в том числе и в контексте личностного роста. Чтобы ваша жизнь начала меняться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что дал вам вещи для размышления. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Разбирайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.